Даже Кастанеда такого не делал. Хоть он там подключал к людям, от них тварей интересных. Расскажу тогда детальней. На уровне легов, как и на нашем уровне, есть животные. Ну, животные на уровне легов, они по уму своему равны нам практически, и даже умнее. И вот они снарядили своего посланца. Который создал это течение, и последователи, которые качественно следуют учению Кастанеды, они просто берут к своему телу, присоединяют одного из тех животных, и дальше это им существо помогает, но дальше они с ним нарабатывают кармические связи, и оно уже может воплощаться не как животное там, а как человек здесь. А ему это зачем? Ну как, то есть оно же идёт пока по линии животных. И допустим, оно может даже на высших планетах, но быть животным. А так оно может пойти по линии людей, и дальше по линии легов и богов. Так это животные заслали к Кастанеду, что ли? Ну они его снарядили, и они, то есть, рады, чтобы он подключал их к людям. Наши это давно ещё предсказывали, что он появится. А кто? Именно Рахмана? В рахманской традиции, да, есть предписание. О чём? Что в умершей колонии бывшей появится человек, который создаст такое учение и так дальше. Который зверушек этих тонких призывает. А это же когда-то там наша колония была. Пирамиды все вот эти, всё это дело. Там же славяне жили. И даже стребок туда пошёл в самом конце. Ведь известно, в славянских текстах описано, что он с Сетом воевал, и в конце он пошёл на запад. И египтяне записали, что Ассирис пошёл на запад. И когда, до того, как ему голову... А! Те ацтеки майя, которые находились на западе, они записали, что бог-учитель Ицмана, или в других вариантах Кукулькан, Кхецалькатль, пришёл именно с востока. Ну то есть, в одном пункте записали отбытие, в другом записали прибытие. То же самое всё. Бог-учитель, бог-вдохновитель. Всё, как и у нас, всё, как и в Египте. А чему он их учил? Да всему. То есть, у них же после Межебожной войны тоже была разруха, они потеряли ведическую культуру, всё. Он их заново учил там. А зачем он к ним пошёл учить их, что ли? Ну потому что на этой территории ему уже нельзя было. Велес стал главным богом на этой планете. Он как бы в изгнание оказался. Да, то есть он как бы ушёл. Ну, он ушёл в такое добровольное изгнание с целью обучения. Он же всё-таки как бог понимает, что чем больше блага он принесёт другим, тем больше инкарнационно лучше всем, и ему в частности. Вот он и пошёл их учить. А Велес в конце пошёл за ним и убил его там. Это тоже в Египте описывается? Азерион то что? У них не у египтян, а у ацтеков и майя описано, что бог грома Тлалак убил доброго бога учителя Кицель-Катля. И что? И за это пришёл бог Вуицелопочтль наказать Тлалака. А какой это бог? Вуицелопочтль это Хорс-Хариб или Горус по-египетски. И он, что он, Велеса тоже убил? Ну он наказал его, да. А потом раз запретил им всем вообще воплощаться. А то они своими воинами всё человечество прикончили. С три бога, Велеса и Хорса? Да, ну большей части богов он запретил воплощаться на это время. На Калибу. Да. То есть высших богов. Именно на этой планете? Да. Типа забанил? Ну да. Временно. За неисполнение правил чата под названием планета Земля. Вернее, за активное нарушение правил. Но они тоже нарушали меру того, что они должны были. Они должны были уничтожить прошлое человечество, чтобы прямо целыми семьями и целыми городами люди могли инкарнационно подняться вверх. И каноничное другое. Ведь если люди просто умирают поодиночке, им тяжело подняться вверх. У них остаётся кармическая связь с теми, кто остаётся здесь. А когда уничтожались целые города, если они все были духовно развиты, ну или почти все, то им было легче всем обществом вверх. Вся карма оставалась у них, что ли, и они дальше где-то... Нет, они вместе со своей кармой, но вверх. Ну, допустим, маленький городок. Все друг с другом кармически связаны. Ну да. Поэтому если один выходит, он обратно здесь же воплощается. А если все умирают, то они по закону, то есть как там вещество, бросаешь там один предмет, он на одну глубину, другой на другую, третий на третью. Так и те. По своим качествам, когда их уже ничего не держат, они все вверх идут. И там развязывают свою карму на высоте. Или развязывают, или завязывают, но они дальше идут, то есть они уже обществом своим поднялись. А что они там дальше делают, это их дело как бы. Не наше, и не тех богов. Даже демоны, в конце концов, тоже волю Всевышнего исполняют. Не понимая, не признавая, не желая этого. Специально им создали. Ну, то есть были живые существа, которые хотели вредить другим. И он в эту форму, то есть он создал соответствующую форму, в которую могут воплощаться те, которые хотят вредить.